По поводу бункерного диктатора, конечно же, не можем его не вспомнить. Именно он и его свита устраивает то, что сейчас происходит в Украине. А он недавно придумал новое оправдание войны в Украине. И это, согласно последнему социальному опросу Bloomberg, впервые почти половина россиян хотят, чтобы война закончилась. А самым популярным вопросом для прямой линии диктатора стал, когда будет мир и закончится СВР. Как думаешь, удастся ли Путину балансировать сложившиеся ситуации? Знаете, это тоже, когда человек врет, запутался, закрутился, и вот эти новые оправдания. Он очень похож на бедного русского алкоголика, вот такого проблемного семьянина, который вот этой жене врет, почему он пьет, почему он ее бьет. И вот каждый раз он придумывает какие-то причины. Но причина-то в нем. Ну вот это просто мразь, да, это асоциальный элемент, который должен сидеть. Есть проблема, что если он это все делал с россиянами, то в принципе это был долгий счастливый брак. Она бы звонила в полицию, приезжала бы в полицию, она бы отзывала заявление, и не так жили до конца несчастные, но счастливые. С Украины наоборот. Нас напали, мы такие, стоп, бьешь, значит сядешь. Мы, во-первых, дали сдачу, во-вторых, объединили весь мир и начали его наказывать. А он ведет себя вот в этой парадигме. И я думаю, возможно, это рефлексия жизни Скобаевой, возможно, это предыдущая жена, которая сейчас каким-то там ФСБшником живет в Марбелле. Не знаю, откуда у него это, потому что у него что-то семьи не было, то есть ролевых моделей папы-мамы у него нет. Возможно, семья такая уже его поточная, может, дочки так живут, не знаю. Но вот он постоянно придумывает какие-то причины. И все такие, да, уже устали, сколько можно причин этих уже, видео на Ютьюбе не набирают. Новая причина войны, 110-я причина войны, 1031-я причина войны. Все такие, блин, ну причина одна, ты больной, ты фашист. И тебя просто испепеляют. И вот эти истории, а вот они то, а вот они то. Ну все понимают, причина в тебе. Вот, и просто если это внутри было, почему, вы помните, когда он только стал президентом, когда он нападал на Чечню, когда он там плакал перед западными журналистами, это терроризм, я должен реагировать. И некоторые даже поверили. Потом прошло несколько лет, нет. Но вот алкаши, они что же плачут? И вот они плачут искренне. И человек неподготовленный, думает, блин, ну действительно, человеку больно, ему душа болит. А вот, ты понимаешь, он это снова напивается и снова делает вот тоже. И вот я пытаюсь сейчас в голове подобрать вот правильные русские фильмы, просто не сильно много их смотрел, но там точно есть экранизация вот этих моментов. И вот это чистый путинизм. Вот эти новые причины СВО. Причем он уже войной начал называть. Так признайте его иноагентом. Что это он? На Британию работает. То война, то СВО. Через раз уже непонятно. Уже Ксения Собчак себе разрешила войной называть. Иноагенты ее критикуют. Говорят, а что же это твоя внучка или кто она там, похрестница? Она это говорит. То есть, вот, это психологическое расстройство уже. Он дальше будет в гробу там возле Ленина лежать, крутиться и говорить, еще есть одна причина нападения на Украину. Мне просто вот очень странно, почему русские элиты, например, там, ну, мощные кошельки России, там, типа семьи, например, там, семья Ельцина, да, вот эти все Потанины, Дерипаски, там, я не знаю, кто еще там, Абрамович, но он там и там и там, но вот они дали ему власть. Возможно, пришло время власть забрать, потому что он вас завел в тупик. Его повело на Украине. То есть, это вот тот грааль, который он найти не может. Вот та вершина, которую он покорить не может. Ну, не дано, но бывают вещи, которые ты в жизни не можешь получить. Вот Украина такая, но он уже бредит. Вот я хочу завоевать. Вот он ищет Атлантиду, да, это завоевание России и Украины. Ну, нету ее. Все, смирись, не будет завоевания. Но вот он бредит. И почему элиты, вот эти бояры, да, почему они его, вот как там окружение этого Цезаря, вот взяли и закололи. И, в принципе, коллективное, безответственное, оно работает в России в том числе. Они же скидывали там своих вот этих коротышей, коротышей, то есть, и, в принципе, никто же ни за что не отвечал. Ставили новые и двигали себе дальше. То же самое здесь, у них сейчас выбор, потому что он бредит Украиной. И он их завел в тупик за счет своих комплексов. Украина молодая, красивая страна. Он старый, пожилой, недодиктатор. Понятно, что вот это напасть, покорить, завоевать, ну, это молодость играет. Но годы не те уже. Силы не те уже. Это в ваших этих книжках, вот этих, чтобы детей прокручивать. Вы там вторая армия мира. А вы сегодня отступающая армия в Украине. Вот. И сегодня эта армия на самом деле просто стала посмешищем. И мне кажется, что сегодня Китай собирает большие объемы данных не для того, чтобы учиться войны против Вьетнама, а для того, чтобы возвращать, не Вьетнам, а этого Тайваня, а для того, чтобы возвращать свои земли Сибири. Вот там они точно смотрят и точно знают, что сегодня посмотреть, как плохо воюет российская армия изнутри. А мне наши военные говорят, что китайцы сегодня наблюдают за Россией. С их стороны Россия официально им разрешила. Но они говорят, мы же будем смотреть, как там войска НАТО воюют, чтобы потом с ними воевать. Ну, Путин же дал им добро. На самом деле они же фиксируют, как русские воюют. То есть это собирается, большие данные против русских, чтобы создать методологию, как их побеждать на их территории. Но вот Китай не забыл им миллион квадратных километров, которые они у них вытащили во время опиумных войн. Вот. Поэтому это было унижение Китая. Это был момент самой большой слабости исторически Китая. И русские, которые типа играли независимых переговорщиков для Британии, Франции и Китая. Потом нож в спину, и как раз затащили их к поражению. Это был бросок Юкидо. Китай этого не забыл. Китай ничего не прощает. Если Лукашенко не просили сорванные дедлайны до конца года, то они думают, что Россию простят. Нет. Соответственно, они будут против него бороться, и Китай, и внутренние элиты. Поэтому вот эти его повторения, это еще раз одно напоминание. Не смог победить. Почему не смог победить? Почему ворвался и проигрышная война? Поэтому он пытается найти причину. Но причины нет. Он не может ее не идти. За два года можно было бы уже найти любую причину, объяснение всего, кроме вот этой истории. Субтитры создавал DimaTorzok